С другой стороны, мы понимаем, что нужны примеры для того, чтобы люди работали эффективно, честно. И в этом плане ясно совершенно, что истории успеха очень важны и значимы. И если человек видит, что вот эта профессия уважаемая, государство ее замечает, это важно. Но с другой стороны, мы тоже понимаем, в чем основная проблема сегодня. А кто у нас герой труда? В советское время понятно, доярка, шахтер, учитель. А вот сейчас программист может быть героем труда, журналист может быть героем труда, капиталист может быть героем труда, бизнесмен. Может, он малое предприятие создал и 30 людей создал рабочие места. Вот они тоже под эти критерии попадают или как? И тоже будет странно, когда будут давать шахтеру, а завтра программисту, и все они будут героями труда. Поэтому сама идея мне понятна, она логична. Но вот здесь, конечно, очень важны ясные критерии того, кто такой герой труда, какие профессии под этот героизм попадают, а какие не попадают. Потому что будет очень смешно, когда у нас будут давать дояркам и предпринимателям звание героя труда. И здесь мы можем очень быстро запутаться. Поэтому сама идея мне понятна и в этом плане в чем-то ясна. Но, с другой стороны, в реализации может быть столько нюансов. Как говорится, дьявол в деталях — это как раз именно тот случай. Субтитры создавал DimaTorzok